Итак, возвращаемся к тому, с чего мы, друзья мои, начинали. Мы возвращаемся опять к Алексею Навальному, или точнее к семье Навальных. Потому что задают они нам каждый раз какие-то задачки, которые они думают, мы их не разгадаем, но мы их разгадываем. Вот Юлия Навальная укатила в Германию, а Алексей Навальный сидит на скамье подсудимых. И будет, видимо, ещё долго сидеть, и мы долго будем рассматривать всю эту ситуацию. И, наверное, придётся нам ещё очень много о чём говорить и показывать вам. Поэтому сегодня мы приготовили несколько для вас сюрпризов, которые мы обязательно покажем. Ну, во-первых, я раскрою сразу небольшой секрет. Во-первых, не всем на Западе, не всем в Германии понравилось то, что мы рассказываем и показываем о берлинском сидельце. Вернее, теперь он уже не берлинский сиделец, он просто сиделец. Во-вторых, не все понимают, что же на самом деле с ним происходит. Ну и, в-третьих, мы хотим объяснить, а что же делает Юлия Навальная в Германии, и почему она находится в Германии, и где мы в ближайшее время её увидим. Итак, начнём с самого начала. Я хочу вас просто предупредить, поскольку сегодня силы враждебные веют над нами, это значит, что я не совсем понимаю, в каком эфире я, насколько я нахожусь в эфире, насколько вы меня видите и слышите. Поэтому будем считать, что я с вами разговариваю, вы меня видите и слышите, хотя я совершенно не понимаю, слышно ли меня у далёких радиоприёмников и телефонов. Ну вот, мне сообщают, пришла телефонограмма, шифрограмма пришла прямо из Москвы о том, что всё окей, что меня слышат и что меня видят. Так что я не очень по этому поводу теперь переживаю, всё нормально. Друзья мои, ну давайте начнём мы всё-таки с небольшой загадки. Ну что же делает Юлия Навальная сейчас в Германии? Мне очень хотелось бы, чтобы кто-то из вас выдал свою версию. Понятно, жалко, я её не услышу, я бы с удовольствием с вами побеседовал. Но у меня сегодня будут другие собеседники. Будет вами и мной любимый Сергей Сергеевич Корноухов. Будет замечательная Анастасия Попова. К нам обещала подобраться мадам-секретарь. У нас будет новый гость, которого вы ещё не слышали и не видели. Я очень рад, это будет гость, журналист из Исландии, который говорит на русском языке, поэтому переводить мы не будем. Но вот я вам коротко обрисовал всю программу. Итак, Навальная. Алексей находится на скамье подсудимых, а Юлия Навальная вдруг садится в самолёт Люфганзы и отправляется во Франкурт-Намайн. Во Франкурте-Намайне она повторяет ту историю, которую мы уже видели при возвращении Читы Навальных, когда они вышли в аэропорту в Москве. Помните, она долго сидела в транзитной зоне, не хотела оттуда выходить, с кем-то переговаривалась. Вот нечто подобное наблюдалось и во Франкурте-Намайне. Она долго-долго сидела в транзитной зоне, пока вышли все пассажиры практически, и потом двинулась она. Ну, я вам сразу раскрою секрет Полишинеля, о котором, я думаю, вы тоже догадались. А что же она так долго делала в этой транзитной зоне? Догадались? Ничего. Она просто ждала, когда уйдут те пассажиры, которые могли её узнать, потому что она не хотела раскрывать секрет, кто же её встречает. Вот основная причина, почему Юлия Навальная сидела в транзитной зоне. Когда она туда вышла, её встретили представители того самого ведомства, которое охраняло Алексея Навального. Я имею в виду ведомство, федеральное ведомство уголовной полиции Германии, которое и берёт на себя обычно исполнительные, не берёт, а обязан обратно себя исполнительские функции и занимается охраной. Кстати, у нас где-то есть скрин. Покажите нам, пожалуйста, этот скрин. По-моему, он 15-й. Это тоже интересно. Небольшое сделаем такое сейчас отвлечение в стороночку. В этом скрине, в 15-м скрине вы увидите, я опять, к сожалению, не вижу этого скрина, поэтому я не знаю, что сейчас вам показывают, но я надеюсь, что вам его показывают. Это информация РИА Новости о том, что в Бундестаге рассказали об охране Навального в Германии. И, как вы видите, практически Бундестаг подтвердил то, что я вам на протяжении долгого-долгого времени рассказывал. Охраняло его ведомство уголовной полиции, федеральное ведомство уголовной полиции. Именно это ведомство занимается такими силовыми делами, как охрана, и именно они отвечают за это. Больше никто этим заниматься не может, я имею в виду на федеральном уровне. И вот эта же федеральная охрана взяла на себя ответственность и обязанность охранять Юлию Навальную. Однако она исчезла из транзитной зоны, и после этого её никто не видел. Бытуют разные слухи. Одни пишут в интернет-каналах, в телеграм-каналах, пишут, что она попросила вид на жительство. Другие говорят, что она где-то, может быть, сама там лечится. Я вам расскажу, на самом деле, о чём идёт речь. Речь идёт о продолжении операции. Мы её называли по-разному. То было «Кукушкино гнездо», потом была операция «Дворец». Сейчас мы её назвали операцией «Сиделец». Понятно, почему мы так назвали. У неё несколько вопросов, которые она должна решить. Первый вопрос. Во-первых, она должна освободиться от карантина. Она прибыла как раз сегодня, пятый день карантина. По немецкому законодательству, нынешнему ковидному законодательству, на пятый день пребывания в карантине можно сдать тест и после этого заняться своими делами. Поэтому она с сегодняшнего дня, я думаю, она уже свободна. Хотя, по моей информации, она и до этого совершила небольшую вылазку в район Фрайбурга. Что она там делала, мы потом поговорим об этом с Анастасией Поповой и подробно вам расскажем. Но у неё перед ней стоят три задачи. Задача номер один. Она должна добраться до тех архивов, которые были оставлены Навальным при его экстрадиции в Россию. А я напомню, что это была действительно экстрадиция. Его фактически насильно вытолкали из страны. Сегодня это же подтвердил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии», который сказал, что это было желание немецких властей, которые не могли больше терпеть на своей территории господина Навального и его семью. Его экстрадировали в Россию. И поэтому приличная часть их архивов осталась в Германии. Но какие это архивы? Во-первых, это, конечно, дигитальные архивы, которые, в общем-то, можно легко уничтожить. Но ещё осталась часть архивов, конечно, и бумажных, поскольку дело-то происходит в Германии. А Германия, как вы знаете, очень чётко преследует те вопросы, которые касаются порядка. Поэтому какие-то документы остались. И, разумеется, ни Навальный, ни его супруга совершенно не заинтересованы в том, чтобы какие-нибудь журналисты, ну, типа меня или Анастасии Поповой, которая была в их логове фактически, и туда там сняла, там, показала, там, как они, где они жили и где они находились. И поэтому её задача — эти архивы уничтожить. Ну, вы зададите следующий вопрос. А разве нельзя было дать такую команду по телефону, интернету? Нет, это Германия. Это Германия, и здесь есть очень жёсткие правила, которые касаются личных данных. Если вы вспомните, как это было с Навальным связано с его личными данными после нахождения в Шарите, то для этого требовалось его разрешение. Обычно такое разрешение берётся письменно. Поскольку речь здесь идёт фактически о операции неких спецслужб, я не называю каких, потому что тут их было много, неких спецслужб вместе с Навальным, то понятно, что на немецком правительстве лежит особая ответственность. И понятно, что они ничего не хотят оставлять случаю. Поэтому потребовалось личное присутствие члена семьи Навального. Вполне вероятно, у неё есть соответствующая доверенность. Мы этого точно не знаем, но я предполагаю, что и доверенность такая у неё есть. И по приезду в Германию она уничтожит или, по крайней мере, перепрячет те документы, которые не должны узнать третьи лица. Эти документы находятся частично в их офисе в городке Ибах, в ещё одном бюро точного адреса, которого я, к сожалению, пока не знаю, но обязательно узнаю. И, конечно, это часть документов, которые находятся во Фрайбурге, в той самой Black Forest Studio, которая снимала фильм Навального. Вот это первая часть задания, оперативного задания Юлии Навальной. Вторая часть её задания – это, конечно, коты. Вернее, коды. О чём это я говорю? Какие коты? Коды. Вы же помните ту записочку, которую Навальный передал своей супруге из тюремной камеры? Если коллеги сейчас найдут эту записочку, покажите нам её ещё раз. Там четырежды в этой записочке употребляется слово «коты». Коты, которыми картинки, которые обвешаны стены и прочая, прочая, прочая ерунда. Конечно, может быть ерунда, но я подозреваю, что всё-таки речь идёт о неких кодах к банковским ячейкам, к банковским счетам. И напомню ещё, дорогие мои друзья, что именно в тот день, когда Юлия Навальная прилетела в Германию, господин Волков… Да, вот вы видите эту картинку, я её вижу с небольшим запозданием, но вы меня простите, я вам сказал, что силы враждебные, ветры враждебные веют над нами, поэтому тут какая-то задержка в интернете существует у меня. Так вот, в этот же день Волков снял несколько миллионов со своих биткоин-кошельков. И я вот задаю вопрос и себе, и всем остальным, а случайно ли это совпадение? В этот день Навальная приезжает в Германию, и в этот же день снимаются деньги с кошельков. Это вторая задача её оперативного задания. Ну и третье, я очень сильно предполагаю, что в ближайшее время намечается некая сходка тех людей, которые называют себя патриотами России, но в действительности вряд ли они являются патриотами России, потому что патриоты России не требуют применять санкции против своей собственной страны. Они, в принципе, могут критиковать, они, патриоты, конечно же, могут ругать, могут делать всё, что угодно, но ни один патриот в здравом рассудке не будет требовать наказания для своей собственной страны. Они это требуют. Они это господин Каспаров, это господин Волков, это господин Чичваркин, и я предполагаю, ну и другие, и же с ними. Я предполагаю, что такая сходка состоится в одной из прибалтийских или балтийских стран. Кстати, господин Чичваркин уже находится в Латвии, поэтому я думаю, что сходка потихонечку движется, к сходке потихонечку движется. Туда же, наверное, присоединится вскоре и Светлана Тихановская. Вот это, что касается задач Юлии Навальной. Ну, а теперь я хотел бы попросить, чтобы коллеги подключили, я тут слышу, что появился Сергей Сергеевич, вы подключили к нам Сергея Сергеевича, если я его увижу на экране, мы продолжим сейчас уже вдвоём эту часть. Да, добрый вечер, я здесь. Привет, Сергей Сергеевич. Добрый вечер. Я рад, что мы наконец оказались, хотя на расстоянии двух с половиной тысяч километров друг от друга, но всё-таки мы вдвоём в одном помещении, в виртуальном помещении, и продолжим сейчас наш разговор. Ну, насчёт Навальной я уже сказал. Я думаю, ты слышал все эти три фактора, которые я провёл, три её оперативные задачи. Давай мы перейдём вот к твоему посту, потому что нам есть о чём поговорить о вчерашнем дне и вообще о всей этой ситуации. Давайте, покажите нам, пожалуйста, скрин поста Сергея, это первый скрин, и я тебя попрошу его прокомментировать. Так, что здесь? Да, ну, собственно говоря, мы вчера увидели совершенно замечательное зрелище. Что произошло вчера? Хочу, с одной стороны, немного посмеяться над этим, с другой стороны, чуть-чуть усложнить ситуацию. С одной стороны, да, действительно, вчера попытка провести революцию фонариков не увенчалась совершенно ничем. И организаторы протеста, Волков, ранее неизвестные лица, которые к нему присоединились, они, по сути дела, провалили задания, потому что никакие деньги, которые использовались для того, чтобы собрать людей, не помогли аккумулировать электорат. Акция провалилась вообще по всем фронтам, то есть нигде никто не собрался, и больше того, им пришлось брать и делать откровенные фейки. Ну, собственно говоря, это то, к чему они совершенно привыкли. За последнее время мы видим, сколько они врут. Собственно говоря, уж соврать про Балакова в Саратовской области ничего не стоило. Они взяли какой-то снимок со дворов Балакова, небольшого городка в Саратовской области, и вот мы видим два снимка. Справа типовая фотография, ну, одна из фотографий, которую вы легко можете найти по поиску, это вот мой скрин, я сегодня утром просто взял и поискал эту фотографию и нашел. Вот она ищется очень легко, вы просто вводите вот эту фразу про дворик, и выходит вот это фото. А слева мы видим фотографию сторонников и штаба Навального, там вот в серединочке пририсованные люди, причем если вы обратите внимание и посмотрите в моем телеграм-канале эту фотографию, они там как хоббиты такие маленькие, потому что они размером с колесо автомобиля, рядом с которым они стоят. Я сегодня даже сделал вот небольшие замеры, это очень потешно смотрится, то есть делали в попыхах, побыстрее, чтобы, ну, каким-то образом отмазаться. Ой, Господи, отмазаться от всей этой ситуации. Вот, что в этой связи надо сказать все-таки серьезно. В 91-м году, в 89-м году, когда этот в Прибалтике марш-то был, было событие. Вообще то, что в Прибалтике произошло в свое время, когда более двух миллионов человек, взявшись за руки, здесь на 600 километров в 50-летие заключения Версальского договора, мы это очень хорошо помним, что тогда произошло. С этого момента начинается, начинается, в общем-то, развал СССР. И, как я понял, технологи, которые сегодня работают в Германии, с Волковым в Германии, с Юлией Навальной в Германии, с Шевединовым, который, кстати, исчез и не вернулся, уехав из Турции, с Певчих, вообще со всей командой, просто устал их перечислять. Они, конечно, сейчас нащупывают те струны, на которых они смогут играть, когда погода станет более теплой. Но, Александр, я думаю, что на это тоже стоит обратить внимание. Этих струн пока не нащупать не могут. Все проваливается. Почему? Потому что, первое, нет повода, нет основания. И самое главное, нет той мощной внутренней поддержки, которая была при снежной революции 2011-2013 годов. Слушай, я смотрел вчера стрим, который вы там вели вчетвером, там частично вас там было то двое, то трое, то четверо. И у меня было такое ощущение, что вы к концу уже стрима там стали засыпать, потому что ощущение, что никого вы не нашли, фонариками как не светили, а в общем-то никого нет. Но мне кажется, что здесь сложилось несколько таких важных компонентов. С одной стороны, конечно, усталость людей, которые уже просто не верят и понимают, что незачем делать эти все телодвижения. С другой стороны, мне все-таки кажется, что и грамотно себя очень повело государство, и силовые органы, которые не стали применять каких-то агентств, а все-таки смогли практически совершенно спокойно разрулить всю эту ситуацию. Мне кажется, что это было именно так. Ну да, вот фонарики я вижу. Кстати, у тебя у самого сколько фонариков? Ты включал вчера хоть какой-то фонарик? Ну, я, как всегда, включил торшер, чтобы почитать перед сном, это единственное, что ознаменовало мой вечер. Вот. По правде сказать, ты знаешь, у меня в доме живет два ярых сторонника Навального. Они такие очень креативные, красиво выглядящие гомосексуалисты, которые живут прямо вот за стенкой от меня. Они постоянно снимают портрет Путина в коридоре, который я постоянно вешаю, и у нас с ними такая борьба. Вот. И я был уверен, у них на мотороллере наклеена наклейка Навальный. Они летом обычно склеиваются и ездят на электрическом скутере по Москве. Ты знаешь, я был абсолютно уверен, что они точно выйдут. Они не могли не выйти, потому что у них имя Навальный, это главное слово в их инстаграме-аккаунтах. Ты знаешь, они не вышли. Это катастрофа. Что-то произошло во Вселенной. Я не понимаю, что произошло, но раз они не вышли, два гея не вышли поддержать Навального, что-то произошло глобальное. Честно говоря, я делал обзор по этой акции и попытался посчитать, сколько вышло людей. Обращу внимание на скандал, который разразился с Венедиктовым. Венедиктов, совершенно честный человек, он искренне удивился этой акции и честно написал, что никого нет. Акция провалилась, никто не вышел. После того, как его заклевали его соратники, все спикеры, в общем-то, ему пришлось идти на попятную. Есть эти скрины, вы можете их свободно поискать в интернете. Он после этого извинялся и даже удалил этот свой твит со всех своих социальных сетей. Несчастный Венедиктов. Слушай, ну у нас тут есть, мы сделали небольшое открытие. В общем-то, рассекретили проблему. Тут Волков кричал, кто продал Россию, кто продал Россию. Вот покажите нам второе видео, пожалуйста. Кто и кому продал Россию? Бумажник, фирменный наш, с уточкой. Достаем отсюда кредитную карту и идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, один эспрессо? Да, конечно. Сколько он стоит? 67 рублей. На моей карточке точно было 67 рублей. Достаточно средств. Да, складно звонишь. Деньги любишь, значит. А кто же их не любит? Ну вот. Мы вообще обрезали фразу. Это же вообще моя любимая фраза. Он ему говорит «Славно звонишь, фраерок». Это, кстати, Навальному сейчас стоило бы пересмотреть, потому что скоро будет он приветствовать сокамерников на Фене и будет им желать мира в хате и малину греть. Все будет как положено. И шконка, и весь жаргон. Да, Сергей Сергеевич, я действительно тоже обожаю эту фразу, но мы, конечно, специально ее в целях экономии времени немножко обрезали, потому что не хочется этой фразой поднимать имидж господина Навального. Пусть он остается этим фраерком, который, когда его директор спрашивает, кто продал Россию, то мы видим вот человека, который этим занимался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова